Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в студии «I love yoga» и продолжаем говорить о здоровье. Стоп. Поможет нам в этом Виола Городникова, руководитель студии. Здравствуйте, Виола! Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Прошлая передача очень заинтересовала наших телезрителей, был большой отклик. И, конечно же, им хочется узнать об этой методике гораздо больше. Поэтому давайте продолжим сегодня говорить, и как сделать так, чтобы наши стопы были всегда здоровы. Я напомню, уважаемым телезрителям, что в прошлой передаче мы с вами коснулись пользы этой практики. То есть, прежде всего, мы возвращаем стопе в функциональное состояние. Мы, опять же, выравниваем кости. Мы воздействуем через стопу на весь наш организм, потому как там находится очень много акупунктурных точек и проекций внутренних органов. Ну, а также мы исправляем такие вещи, как завал стопы, плоскостопие. Также косточки, которые могут расти как со стороны мизинца, так и со стороны большого пальца. И я вам на прошлой передаче обещала прекрасный тест, тест хождения, который помогает нам увидеть, в каком состоянии наша стопа, и где находится и накапливается наибольшее напряжение, и для того, чтобы понять, с чем нам работать, понять схему нашего движения в этом направлении. Я предлагаю его сейчас провести, посмотреть и на Машу, и я постараюсь показать это максимально корректно, потому что, на самом деле, я еще тоже продолжаю работать со своей стопой, ну, поскольку, опять же, бальные танцы, какой-то спорт, и изначально все эти положения были на несовсем правильную постановку стопы, определенное напряжение, со всем этим приходится иметь дело и решать эти вопросы. Вилла, всегда хочется результат получить сиюминутно. Да, вот если говорить о том, насколько долгосрочна эта методика, сколько нужно заниматься, чтобы попытаться вернуть стопам хорошее состояние, чтобы они были здоровы. Вот насколько потребуется времени? Ну, конечно, интересно говорить о себе, когда ты через свой опыт пропускаешь такие вещи. Но, как правило, когда мы занимаемся, мы видим результат, он действительно есть, но потом наш мозг, он его несколько нивелирует, и мы, ну, нам кажется, что, ну, так же и было, да, в общем, все хорошо. И поэтому я могу сказать, у нас радостная новость в студии, у нас еще один преподаватель обучился этой методике, и я сейчас могу наблюдать, какие результаты у нее, потому что я с ней работала сначала индивидуально, а потом она пошла обучилась, и я просто увидела вчера ее стопу, а стопа довольно сложная, очень сложная. И я вижу, насколько она собралась буквально за неделю регулярных занятий. То есть вопрос, сколько вы готовы потратить времени, пусть в краткосрочной перспективе, но занимаясь регулярно хотя бы по полчаса в день. Поэтому все зависит, наверное, от желания, от задачи, от тех потребностей и проблем, которые вы хотели бы решить. Так что за тест сегодня мы будем делать? Я готова. Прекрасно. Тест очень простой. Мы с вами стоим, ну, такая походка фламинго, да, будет у нас. Мы стоим ровненько, и, допустим, с правой ноги мы выносим ножку вперед. И затем мы ищем пяточку. Мы слегка переносим вес на прямую ногу, ищем центр пятки, теперь внешнюю пятку, да, с внешней стороны. Да, центр пятки, внешнюю пятку. И постепенно начинаем переносить вес все больше, сгибая переднюю ногу в колени. Затем мы мягко вытягиваем плюсну мизинца вперед. Как будто у нас здесь происходит ощущение, как будто мы от пятки делаем такую растяжку, как шпагат, да, между пяточкой и плюсной. И мы тянемся вперед, и вытягиваем мизинчиковую плюсну, и ставим от мизинчиковой плюсны постепенно до плюсинки большого пальца. Однако пальцы у нас еще наверху. Затем мы вытягиваем мизинец, безымянный палец, средний, указательный, большой, и каждый ставим по отдельности. Еще наблюдаем за тем, насколько у нас пальцы отделяются и готовы встать. Да, по отдельности. Сгибаем ногу в колени обязательно. И затем, вот в таком положении, когда у нас вес стопы больше приходится, да, на внешний край стопы, когда пальчики стоят, мы наступаем на ногу и выносим другую. И здесь тоже самое. Пяточка. Затем сгибаем ногу в колени, внешний край пятки, удлиняем стопу, тянемся мизинчиковой плюсной. Ставим мизинчиковую плюсну и по одной плюсинке до большого пальца. Затем вытягиваем мизинец, ставим безымянный, указательный, средний. И поставили. И затем наступаем, переходим. Что нам это дает? Мы поняли, да, как переносить вес? А теперь давайте более подробно посмотрим на примере Маши. Мне понравилась ее левая нога, потому что правая у нее, кстати говоря, очень даже ничего работает. Может, не видно. Да. Однако на левой просто вам будет понятнее, что происходит с ногой. Если ты станешь боком, Маш, вот таким образом, и сделаешь все то же самое. Пяточка. Я к тебе лицом. Ножку вынеси чуть больше вперед. Найди середину пятки, внешнюю пятку. Молодец. Сгибай ногу в колени. Теней с мизинчиковой плюсной. Мизинчик. Да, безымянный, средний, указательный, большой. Внимание. Вот у нас вес на внешнем крае стопы. Мы выровняли голень. Мы сейчас делаем хитро. Приподнимем, чтобы было видно. И затем мы наступаем на ногу. Да. И наблюдаем за тем, что никак... Вот видите, идет напряжение. Да, у нас сразу же мы сваливаемся чуть внутрь. То есть линия напряжения у Маши идет от пятки к большому пальцу. И вот эта часть, она не дорабатывает. То есть здесь мышцы еще не готовы принимать вес. Но у Маши все очень даже неплохо. Бывает, что вес заваливается очень сильно, да, вперед. И вы можете смотреть, что если у вас начинает гулять голеностоп, да, то скорее и в какую сторону он завалится, именно там у вас идет напряжение. Да, Маше хорошо поработать. Мы в прошлый раз говорили с внешней частью стопы. Здесь даже беленькая, да, немножечко часть, потому что кровообращение, ну, не очень хорошо там у нас снабжается, да, поскольку, ну, просто не работает эта мышца задача, просто ее включить. И сегодня мы с вами покажем несколько упражнений простых и с таким уже, ну, небольшим вызовом, да, когда вы уже постояли какое-то время на этих ежиках прекрасно, когда вы поработали. Да, обязательно первое, я напоминаю, упражнение, это просто мы стоим определенными точками на ежах несколько дней, да, подряд, для того, чтобы расслабить стопу, снять напряжение. Иначе, если мы начинаем сразу делать какие-то сложные упражнения, то, к сожалению, ну, стопа не расслаблена, и мы на неправильный скелет стопы, назовем это так, начинаем наращивать какую-то активность, да, то есть напряжение еще больше создаем, еще не на расслабленную стопу, не на отстроенную стопу. Нам важно это поменять. Итак, мы готовы? Я напоминаю, что мы встаем центром пятки на центр ежа одной ножкой, другой. Вначале это требует некоторого времени, потому что, как правило, очень сложно найти свой центр пятки. Нам часто кажется, что это он, и на самом деле, о, Маша, молодец, с прошлого раза все получилось. Я запомню. Затем мы нащупываем стену и мягко опускаем таз на стену. Все расслаблено, поясница расслаблена, нам хорошо, надеюсь, стопам тоже. И мы дышим, несколько циклов дыхания, делаем глубокий вдох и выдох, погружаем вес тела в мяч. И снова вдох, выдох, погружаем вес тела в мяч. Еж мягко воздействует на пятку, на кость, стимулирует ее. И все крепления, все, что крепится к пятке, начинает освобождаться. И затем, для того, чтобы принести больше вес на какую-либо ногу, мы просто переносим его, помогая себе руками. Очень важно не выпадать бедром, а выравнивать кости. То есть нам нужно выровнять стопу, голеностоп, колено, бедро. Особое внимание мы обращаем, очень важно делать эти упражнения перед зеркалом, чтобы колени не уходили внутрь. Иначе у нас закрываются органы малого таза. И здесь мы делаем вдох, выдох, весь вес тела в мяч. Отлично, бедра никуда не уходят. Еще вдох и выдох. И затем мы переносим вес на другую стопу. Здесь можно почувствовать, что когда мы переносим вес на какую-либо стопу, то там стимуляция идет гораздо больше. И бывает, что напряжений больше. Делаем глубокий вдох, но нам важно продышать на выдохе это напряжение. Еще делаем вдох и выдох. Погружаем вес тела в мяч. Замечательно. Затем мы помещаем мяч на точку перед пяткой. Эта точка иногда нам непонятна, поэтому я, как правило, рекомендую просто взять пяточку, почувствовать ее и вот так пальчиком нажать на центр перед пяткой. И тогда вы можете уже оставить вот эти тактильные ощущения и воспользоваться ими, когда вы помещаете ножку на мяч. И также другая нога. Помогли себе руками. Расслабили таз, расслабили поясницу. Снова посмотрели на свои колени. И также вдох, выдох, погружаем вес тела в мяч. Расслабляем коленочки чуть шире. Кажется, что широко на самом деле мы корректируем немножко, да, Маша? Потому что у Марии небольшое скручивание колен внутрь, это нужно поменять. И затем мы на выдохе переносим вес на одну ногу. И также мы делаем вдох и полностью расслабляем. Главное не поворачивать таз, да, то есть таз ровненько. Очень много нюансов, да. Вдох, выдох, погрузили и вернули на другую ножку. Прекрасно. И здесь то же самое, да, два цикла вдоха и выдоха. Максимально здесь важно расслабиться в ногу. И в какой-то момент мы чувствуем, что мяч начинает выталкивать всю нашу структуру, весь наш позвоночник вверх. С одной стороны, мы на выдохе заземляемся в мяч, а с другой стороны, мяч начинает работать и выталкивать нас через кости вверх. Вот это взаимодействие с заземлением, в то же время мы берем энергию пола, энергию мяча и вытягиваемся вверх. Мы чувствуем, что поднимается грудная клетка, и мы начинаем чувствовать, что освобождается поясница. И если нет никаких болевых ощущений, здесь можно остаться дольше. И затем возвращаемся. И мы можем сойти с мяча и просто почувствовать, постоять, осознать свои стопы. В этом положении, в этих упражнениях, в работе с ямонной фут-фитнес или ямон бодироллингом, у нас прежде всего происходит работа с нервной системой. Ей важно понять и почувствовать, и дать время, на перестройку. Поэтому делая упражнения, выполняя упражнения, мы сходим с мячей, можно прикрывать глаза, почувствовать, что произошло. Иногда может пошатывать немного в какую-то сторону, потому что тело отстраивается по-другому. И мы также предлагаем пройтись и почувствовать, а что поменялось. Может быть легче стало ходить. Но, Маша, мы попробуем? Пройдемся? Да. Пожалуйста, походи. Просто походи. Да, можно просто походить. В конце мы сделаем снова тест хождения обязательно. И посмотрим, какие результаты. Может быть станет проще, может быть нужно больше упражнений, больше времени потратить на то, чтобы ты чувствовал себя лучше. Какие-то поменялись ощущения, когда ты ходишь? Ощущение может быть просто когда именно сошла с ежей в пятки и во второй области около пятки легкость такая и, наверное, нет напряжения. То есть как будто там все так расслаблено расслаблено. То есть если вторая часть стопы она еще достаточно напряжена или пальчики вторая половина то там где пятка и рядом там прям как будто ее разгладили погладили что-то с ней сделали. Там просто чувствуется легкость. Маша благодарна ученик, потому что она достаточно хорошо чувствует свое тело за что большое спасибо. На самом деле мы сделали очень мало упражнений мы мало побыли на одной и на другой ноге но тем не менее Маша уже чувствует результат. Через пятку также освобождается поясница у кого есть проблемы с поясницей то помимо упражнений на полу с мячами вот это упражнение очень хорошо освобождает поясничную мышцу и отстраивает нашу походку таким образом чтобы мы не прогибались поясницы и сейчас мы пойдем дальше мы пойдем на середину стопы освободим и расслабим ее середина стопы это центр между пяткой и плюсной по центру как правило эта часть если есть завал от пятки большому пальцу вот такой диагональный или же если есть плоскостопие как правило здесь очень сильное напряжение он может быть болезненный но нам нужно найти середину поэтому мы нажимаем встаем середины стопы на мячи здесь уже бывает посложнее не очень приятно не очень приятно да не очень приятно когда есть напряжение да Маш какие ощущения не очень приятно не очень приятно да эти ощущения мне знакомы потому что у меня дома есть такая пара мячей и когда встаешь ну пока я от них избавиться не могу от ежей нет не от ежей от ощущений но мне кажется это средство того что выполняю я все рекомендации нерегулярно ну надо отдать должное и честно в этом признаться вот а если бы мне кажется делали это регулярно все было бы немного иначе мы сейчас расскажем о том что еще дает такая регулярность но для начала поправим Машу очень важно поставить стопы вот смотри внешний край стопы должен быть параллелен внешнему краю коврика давай посмотрим на тебя ты встанешь можно да когда вы встаете на центр стопы чуть ежики отодвинуть подальше потому что ну пояснице может быть не очень удобно то есть вы регулируете положение мячей да их расстояние от стены но ты широко встала сейчас у нас ежи на ширине таза находится отлично да таз у тебя примерно нет отлично можно да поуже вот идеально я могу взять стопу Маши вот так ее слегка вытянуть да пяточку в одну сторону плюсинку в другую и поставить на центр ежа и вот здесь у Маши стопа слегка заваливается видно вот такой вот уголочек нам нужно выровнять это положение здесь не должно быть завала и конечно здесь нужна помощь руками в начале преподавателя который поможет зафиксировать и показать стопе как она должна находиться на ежике попробуем другую стопу видите когда Маша наступает у нее заваливается голеностоп это та привычка с которой Маша живет и так она ходит и здесь происходит ослабевание голеностопа он как бы проваливается заваливается поэтому одной рукой я слегка приподнимаю голеностоп другой придерживаю я не давлю а мягко стимулирую стопу а мяч и вот такая же история происходит здесь если ты мне дашь ножку мы немножко подвернем внешний край стопы слегка развернем голеностоп от него же у нас разворачиваются и колени прекрасно Маша великолепно следи за голеностопом поначалу это очень непросто именно потому что у нас есть уже сложившиеся паттерны движения то есть привычки движения они в теле если ставить ногу именно так да совершенно верно и видишь идет поскольку здесь уже мышцы немножко слабые да у нас мы как будто знаете уменьшаемся мы вбиваемся в свою стопу стопа начинает со временем у нас расширяться и вот эта практика она ее собирает делает более узенькой ножка ну такое ножка золушки да и поэтому здесь поначалу руки и глаза человек который вам могут помочь в этом очень важны да первое буквально занятие это важно чтобы вы делали эту практику правильно дома и не навредили себе вот таким образом и мы дышим да Маша очень важно здесь практика дыхания делаем глубокий вдох и как бы нам было неприятно мы на выдохе погружаем вес тела в мяч расслабляемся иногда хочется сделать очень шумный выдох потому что действительно напряжение много и мы можем также перенести вес на одну ногу бывает это очень болезненно и неприятно если у вас зажим в стопе если такое происходит делайте это на стуле очень важно когда вы делаете на стуле чтобы у вас колени были под углом 90 градусов и немного постояв на другую ножку если что-то очень болезненно лучше делать мягче лучше делать не с таким весом да то есть не переносить вес мне очень нравится лицо Маши потому что она расслабилась очень важно что работая со стопами у нас еще расслабляется лицо и голова да если есть головные боли то это тоже можно решить и мы сходим с мячей вы видите все очень просто поначалу мы просто находимся на мяче и однако это тоже непростая задача важно правильно встать выровнять стопы не завалиться и вообще там просто находиться потому как мы испытываем порой достаточно серьезный дискомфорт поэтому первую неделю мы просто делаем упражнения которые расслабляют стопу то есть по точкам просто дышим мы сейчас продолжим мы закончим центральную линию стопы мы сегодня начали с нее а пока я расскажу о том какую же пользу эти упражнения могут принести людям которые например ходят на каблуках или же людям которые танцуют профессиональным танцорам в том числе у нас кстати в нашей системе занимается очень много балерин большого театра там есть специальная тренировка потому что у них стопы не такие да как у нас у простых людей поэтому очень важно иметь определенный подход к ним итак Виола что мы делаем дальше или на этих упражнениях мы пока и остановимся мы с тобой должны доделать еще как минимум две точки на стопе вообще-то три мы сейчас делаем пальчики и мы закончим центральную линию стопы то есть это стопа это линия которая находится в центре вообще в упражнении выполняется по трём линиям это центральная часть стопы боковая часть стопы и внутренняя но когда вы тренируетесь вы можете сделать например только центральную линию стопы или только боковую линию стопы в зависимости от ваших особенностей Если вы делаете внутреннюю часть стопы, то там желательно все-таки центр стопы тоже поддержать. То есть есть свои особенности. Но сегодня мы доделаем упражнение по центральной линии и будем ждать следующих передач. Готовы? Да. Итак, нам сейчас нужна точка перед плюсной, середина перед плюсной. Как я ее ищу? Я растопыриваю пальчики для того, чтобы она открылась, потому как иногда она прячется, мы не всегда ее чувствуем. И я немного отодвигаю мячи от стены и ставлю, растопырив пальчики, я ищу центр мяча и ставлю стопы перед плюсной. Ноги в коленях сгибаются. Вот здесь самое, наверное, непростое положение для новичков, потому как все завалы, которые могут случиться со стопой, они здесь случаются. Поэтому мы наблюдаем за тем, что наши колени находятся над пятками, внешний край стопы у нас активизирован, и завала в голеностопе нет. Это не совсем удобное положение для голеностопа, видите, здесь залом происходит. Но мы сейчас будем здесь двигаться немножко. Мы делаем вдох, выдох, погружаем вес тела в мяч. И мягко, аккуратненько можем приподняться на вот этой части перед плюсной, оттопырив пальчики. Снова делаем вдох, выдох, погружаем вес тела в мяч и отталкиваем себя вверх. И сейчас вдох. Мы уже делаем с тобой упражнение. Выдох, еще пяточки. Выталкиваем вверх, пяточки вверх. Опираемся ладошками о стену и слегка отходим. И мы оказываемся здесь, на центральной части плюсны. Делаем глубокий вдох. Выдох, погружаем вес тела в мяч. И внимание, вес дайте больше на внешнюю плюсну, то есть на мизинчиковую плюсну. На выдохе тянемся пальчиками вперед, мизинцем вперед. Безымянным, указательным, средним, большим. Зацепитесь за ежик. И по внешнему краю стопы, цепляясь за еж пальцами, я мягко опускаю пяточки, насколько возможно, вниз. Раскрываю плюсинки, раскрываю пальчики и ставлю пятки на пол. И данное упражнение в идеале выполнить 2-3 раза. И мягко можно сойти с мяча. Как ощущения? Покалывает. Покалывает. Это создает ощущение объема и подъема в стопе. Еще одно упражнение. Второе. На передней части стопы. Когда мы сразу же ставим плюсну по центру мяча. Центр плюсны по центру мяча. Центр плюсны соответствует среднему и указательному пальцу ног. Мы сразу же встаем. Помогаем себе руками. Мы отшагиваем от стены. Вес все равно у нас не заваливается на большой палец. Внешнюю часть стопы активизируем. Мы максимальный подъем создаем себе. Ноги в коленях согнуты. Отлично. Делаем глубокий вдох. Выдох. Погружаем вес тела в мяч. И прям тянемся коленочками вперед. Мы стремимся, чтобы пальцы максимально вытягивались к полу. А мяч в это время отталкивает нашу плюсну вверх. Мы как будто отделяем пальцы от плюсен. Делаем вдох. Выдох. Снова погрузили вес тела в мяч. Снова зацепились пальчиками. И по внешней части стопы. По внешнему краю стопы. Опускаемся вниз. Можно согнуть ножки в коленях. Постоять какое-то время. И сойти с мяча. Вот здесь если походить, мы можем почувствовать, что стопа стала очень пластичной и мягкой. Ее отпустило. Я надеюсь, Маша. Я согласна. Да? Да. То есть мне кажется, вот те зажимы, которые, когда мы сделали упражнение с пяткой, и вот те зажимы, которые чувствовались во второй части стопы, вот сейчас их нет. Просто демонизировала. Да, да, да. Остается еще все равно покалывание. Но в целом, вот если говорить про стопу, то действительно она стала, ну такое ощущение, как будто она просто стала легче. Да, это правда. Давайте мы закончим наш блок упражнений по центральной линии стопы. Наша задача поставить средние и указательные пальцы на центр ежа. При этом я могу убрать остальные пальчики. Это лучше сделать, если они у вас не рассоединяются. В разные стороны их отвожу. Я помогаю себе руками в данном случае. Особенно это важно тем людям, у которых пальцы все вот они собрались и любят жить в такой коммунальной квартире. Да, мы немножечко их расселяем по уже более комфортному месту жительства. Да, там, где они должны быть. На самом деле, да. Видишь, у тебя, например, безымянный палец требует внимания и умничка. Да, ты все правильно делаешь. И вот это, наверное, одно из самых непростых и для многих неприятных упражнений. Так как пальцы у нас на самом деле в жизни отключены. Мы ходим в обуви, которые сжимают пальчики, а на самом деле работа пальцев, она очень начинает хорошо воздействовать на снятие напряжения со всей ноги в целом. То есть, когда мы работаем с пальцами, у нас начинает, перестает нести нагрузка передняя поверхность бедра, она расслабляется больше, ходим от колена. Походка становится легче. Итак, мы нажимаем указательным и средним пальцем на мяч. Я даю очень упрощенный вариант упражнения. На самом деле, когда учат преподавателей, там все очень жестко происходит. И для новичков, мне кажется, вот то упражнение, которое нам дают, да, с подъемом, оно очень сложное, непростое, болезненное и может отбить всякое желание делать что-либо дальше. Поэтому я предлагаю здесь вариант, когда мы просто нажимаем указательным и средним пальцем на мяч. Вот так как будто звоним. Мы пришли в отель и звоним, пытаемся вызвать портье. И такой звоночек, дзынь, дзынь, нажали, отпустили, нажали, отпустили, нажали, отпустили. Получается мач, работают пальцы, отлично. А затем мы как будто пальцами, вот мы их так сжимаем, выталкиваем ими мяч, то есть мы их собираем и отталкиваем, собираем, отталкиваем. Вот это самое сложное бывает. И оттолкнуть, оттолкнуть. Ой, прекрасно, Мария. Великолепно. Мне кажется, если бы ты занималась этим регулярно, было бы очень здорово. Тебе бы гораздо меньше требовалось времени. Отлично. И мы сходим с мячей, сделав несколько раз данную серию упражнений. И пробуем подвигаться. У меня уже тренированная стопа, у меня быстрее все происходит, у меня быстрее ощущение по телу, поскольку я еще и занимаюсь телом по данной методике. И меня отпустило, мне кажется, и ягодичные мышцы, и почему-то спину, ну почему-то, конечно, не почему-то, а действительно, это закономерно. И вот эти части, да, в голове, прям какая-то легкость ощущается. Маша, а что у тебя? Ну я чувствую легкость. А вот просто походи и почувствуй, как у тебя работает стопа. Захватывают ли сейчас пальчики, вообще, может быть, они стали более подвижными. Захватывают ли они пол. Ну, да. Есть такое, да? Ну, в целом, вот легкость чувствуется. То есть мне приятно ходить. Прекрасно. Это самое важное. Представляете, вы идете, и вам приятно. Весна. И за вами шлейф поклонников, которые говорят, боже мой, как вы ходите. А мне еще кажется, что самое главное, это для наших прекрасных модниц, для тех, кто любит ходить ежедневно на высоких каблуках, это просто незаменимое упражнение. Поэтому позаботьтесь о здоровье ваших стоп прямо сейчас. И вместе с нами. Не пропустите следующие выпуски программы «Формула здоровья». Обо всем поговорим подробно вместе с Виолой Огородниковой. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин